Привет всем! Продолжаю обзор на приобретенный мной автомобиль Lada Vesta. Начало было в предыдущем выпуске, найти можно по ссылке в описании. Итак, в прошлый раз мы остановились у главных дверей, так и не зайдя внутрь. Продолжим осмотр. Нашему взору в первую очередь открывается рулевое колесо, но начать обзор я хочу с водительского сиденья. Даже за короткий срок и пробег я оценил его достоинства, так как оно само по себе удобное и имеет несколько регулировок. Помимо стандартного перемещения в продольной плоскости на салазках и регулировки наклона спинки с регулируемым по высоте подголовником, данный трон способен менять положение по высоте и изменять геометрию поясничной поддержки. За последнюю опцию прям отдельное спасибо. Это очень крутая штука, которая проявляет себя в поездках на дальнее расстояние. Добираемся до рулевого управления. Регулируется как высота руля, так и вылет. Раньше возможности регулировки по вылету у меня не было, сейчас оценил, штука годная. Современный кожаный руль на ощупь приятен, но мне не хватает немного толщины для хвата. Напомню, что сравнение веду со своим предыдущим авто Mazda BT50. Еще одно неудобство это подача звукового сигнала. Раньше я мог большим пальцем левой или правой кисти руки нажать на край подушки сигнала и он раздавался. Теперь же приходится отрывать руку, переносить ее и давить на кнопку. При этом инструкция предупреждает, что давить на нижнюю часть категорически запрещается из соображений срабатывания подушки безопасности. Так и до фобии недалеко. Рычаги на рулевой колонке под рулем изначально выполняют стандартный функционал по включению поворотов, управлению внешними световыми приборами и механизмами очистки переднего и заднего стекла. Сюда же вынесены кнопки управления бортовым компьютером. Это мой первый авто с бортовиком. До этого приходилось прибегать к различного рода вариантам по подключению как готовых решений, так и к использованию не совсем стандартных схем использования диагностических разъемов. Одна из приятных фишек. Во время дождя, если работали передние щетки и мы включаем заднюю передачу, то задняя щетка услужливо сработает и смахнет капли для лучшего обзора. Два блока с кнопками добавляют удобство при работе с мультимедийной системой, ведение разговоров по телефону и при контроле скоростных режимов во время движения, так как автомобиль оборудован системой ограничения скорости и системой круиз-контроль. Все эти плюшки уже опробовал и остался доволен. К хорошему быстро привыкаешь. Да и вообще, все эти приятные сюрпризы, на которые я не рассчитывал при смене авто, мой список требований их не включал. Но раз они есть и облегчают жизнь за рулем, то пусть будут. Приборная панель с приятной подсветкой и кучей различной информации. Сигнализация открытых дверей сделана отдельно. Все режимы отображаются понятными пиктограммами разного цвета. Цепь концевика капота и багажника имеют отдельную индикацию. На мой взгляд, к списку информативных сигналов я бы добавил еще один – сигнализация о низком уровне омывающей жидкости. Но такого нет, так что придется доливать по факту. Некоторые оповещения имеют не только световую, но и звуковую сигнализацию. Например, перегрев двигателя инициирует моргание соответствующей индикации и для дополнительного привлечения внимания водителя сопровождает события звуковым эффектом. Коробка передач пятиступенчатая. Шестой передачи тут очень не хватает. И очень надеюсь, что проектное бюро уже занимается решением этого вопроса. Рычаг один. После пересадки срамного внедорожника с раздаткой это немного непривычно. Отделка кожей, тонкой, мягкой на ощупь. Подлокотник расположен удобно, но тканевая подушка наверняка через время засалится, поэтому надо думать о кожаном чехле. А вот рукоятью ручного тормоза пользоваться неудобно. На предыдущем авто ручник у меня был типа клюшка и находился справа внизу под рулевой колонкой. По привычке все еще кидаю руку туда. Здесь же все стандартно, но ухватить его мешает подлокотник. Привыкаю. Передние сиденья имеют триступенчатую систему подогрева. Есть комплектации, в которых можно зонально подогревать и задний диван, но не в моем случае. Правда заглушки есть, но я торжественно обещаю, что не буду заморачиваться этим вопросом. И раз уж мы оказались сзади, то могу сказать, что после всех регулировок своего сиденья, места задним пассажирам осталось достаточно. Мой рост 180 сантиметров. Спинки задних сиденья складываются в пропорции 40 на 60, что увеличивает багажное пространство сразу в разы. Если убрать защитную багажную шторку, полку, то получаем вполне приличный объем. Кстати, сиденья заднего дивана можно убрать, что позволит сложить спинки полностью и получить более ровную поверхность. А если сделать второй фальшпол в багажнике, что я вероятнее всего себе и сделаю, то можно добиться совсем ровной поверхности без перепадов, что позволит использовать багажное отделение как место для ночлега. Но это я забегаю вперед. Я думаю, эта тема достойна отдельного видео с демонстрацией всех возможностей и замерами линейных размеров багажного отделения. В плане активной безопасности автомобиль оборудован подушками безопасности. Пассажирскую подушку, кстати, можно отключать. Ремни нарционные с преднатяжителями, предусмотрены для всех посадочных мест в салоне. В сиденье вшиты датчики массы, поэтому холостой сработки подушки безопасности не будет, а вот о непристегнутом пассажирском ремне система сообщит красной индикацией и неприятным писком. Бортовой комп дает много различной информации по напряжению бортовой сети, остаточный запас хода, текущий пробег, моментальные средние расходы, температура за бортом и так далее. Также есть система подсказчика переключения передач, но я больше ориентируюсь на свои ощущения по взаимодействию с двигателем. Рулевое колесо у меня мультифункциональное, оно с подогревом, как лобовое стекло. Это так называемый зимний пакет опций, который стоит 24000 рублей. Еще в него входят противотуманные фары. На пикапе такого не было. Зато там я привык открывать лючок бензобака из салона. Здесь такого нет. Бак открывается нажатием. Зато шток, во-первых, блокирует люк при постановке авто под охрану, а во-вторых, имеет ручной режим. Добраться к нему можно через багажный отсек. Это очень крутая опция, особенно в период чередования оттепелей и морозов, когда шток может примерзнуть и не давать открыться крышке. Бирка на крышке уведомляет о необходимости заправки автомобиля 92-м бензином. Однако на просторах интернета идут постоянные споры о том, какой бензин лить – второй или пятый. Свое мнение по этому вопросу можете оставить в комментариях. Силовой агрегат представлен двигателем 211-29, объемом 1,6 литра с табуном в 106 лошадей. Удивительно, но первое ТОО предлагается пройти лишь на 15000 км. Я в шоке, ведь привык проходить процесс обкатки двигателя первые пару тысяч километров, после чего делать нулевое ТО, включающее замену масла с той самой стружкой при обкатке. Да и вообще, намерен сократить межпробежные интервалы вдвое, менять масло каждые 7500. По поводу ТОО официалов. Пожалуй, пару первых пройду для сохранения гарантии, а там по ситуации, как покажет себя машина. Вообще, гарантия штука расплывчатая. В гарантийном талоне отдельные элементы вынесены в сноску и на них установлены свои сроки службы. Да и вообще, как он осводится, случилось чего потом еще доказывай. Возвращаясь к ключку бензобака, есть такая особенность, если он заблокирован, но кто-то на него нажал, то он не откроется. Однако, при снятии с охраны, крышку отпустит и она отойдет. При следующей постановке под охрану, шток не зайдет в свое отверстие и кто-то сможет беспрепятственно получить доступ к горловине. В козырьках теперь и зеркала. Правда, пока без подсветки, но со шторками. Однако, подсветка в салоне есть теперь, как для передних, так и для задних пользователей салона. Причем, каждый может управлять своей зоной отдельно и надо сказать, свет очень приятный. Также подсветку в виде двух плафонов имеет багажный отсек. Освещение заведено совместно с освещением салона. Свет в темное время суток вполне достаточный. Еще один плафон прячется в бардачке и имеет свой концевик. Бардачок продуман, имеет две зоны хранения, подстаканник, мягкую зону, держатель для карт и тому подобное и очень крутую фишку – возможность охлаждения, которая реализована врезкой в канал воздуховода системы кондиционирования. Пусть не холодильник, но охладить напиток летом – это тоже приятно. Полагаю, что зимой можно использовать горячий воздушный поток с обратной целью – нагреть оставленную в салоне жидкость. Кстати, маленькое сравнение с седаном, который дешевле примерно на 80 килорублей против универсала. Вся разница в багажнике. У седана он менее вместительный, нет полноценного освещения, нет розеток, нет даже крючков. Ниж для хранения тоже нет. И двойной пол тоже вот вроде нет возможности сделать. А еще полезный объем скрадывают петли крышки багажника, которым нужно пространство для хода. Ну, использовать для ночлега тоже будет проблематично. А одной из целей использования этого авто у меня, как раз приспособить его к путешествиям с проживанием. Так что учитывайте эти моменты при выборе кузова. Когда-то у меня был проворокий автомобиль Mazda Familii. И я был доволен его функционалом мини-универсала. Единственный момент – в нем сиденье можно было сразу сложить в ровный пол. Здесь же придется снимать заднее сиденье дивана. А еще пассажирское кресло не складывается полностью. А может, я чего-то и не знаю еще. Может, его можно как-то сложить? Есть такая возможность? Напишите в комментариях, плиз. Что ж, к этой теме я вернусь еще отдельно, да и к продолжению обзора тоже. Как я говорил, не хочу перегружать информации сразу в рамках одного видео. Поэтому буду завершать этот выпуск. Если вам оказался полезным, поставьте видео лайк. А чтобы не пропустить продолжение, подпишитесь на канал. Если есть что добавить или дополнить, пишите в комментариях. А пока что, я со всеми прощаюсь. Благодарю за просмотр и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok